Это программа «День с толком». Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Начнем выпуск с дорожных происшествий, которых, как обычно, за неделю произошло немало. И сразу несколько с детьми. Так, в одном из ДТП пострадали юные спортсмены, во втором на пешеходном переходе погибла 8-летняя девочка. 13 ноября на Павловском тракте произошло массовое ДТП. Водитель трактора в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения. Столкнулся с иномаркой и микроавтобусом. В результате аварии пострадали пассажиры автобуса, 10-летний мальчик и его тренер. Второе ДТП произошло на следующий день, 14 ноября. На улице Аванесова погиб 8-летний ребенок. Девочка вместе с бабушкой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент 33-летний водитель иномарки сбил пожилую женщину и ее внучку. Врачи скорой боролись за жизнь девочки, однако спасти ее не удалось. Водитель задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, которая стоит на особом контроле у начальника Главного управления Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна. После ДТП сотрудники госавтоинспекции обратились к водителям и пешеходам. Первых, они призвали снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам. Вторым, проявить максимальную внимательность и осторожность, особенно в темное время суток и в непогоду. Добавим, проверить организацию безопасности дорожного движения, а также поставить на контроль ход расследования уголовного дела о гибели ребенка в Барнауле, поручил прокурор края Антон Герман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Управления ФСБ по Алтайскому краю некоторые злоумышленники уже несколько лет скрывались от правоохранительных органов. Все задержанные переданы сотрудникам полиции. Двое воспитателей детского сада «Хэппи Бэби» получили реальные сроки. Напомним, несколько лет назад вскрылось, что в элитном детском саду издевались над детьми. Их душили, закрывали в комнатах, лишали еды. Это лишь часть того, что происходило в стенах сомнительного заведения. Начиная с 2018 года, родители пострадавших детей добиваются, чтобы жестокие воспитательницы и заведующие получили реальное лишение свободы. Тему продолжит Ирина Корчагина. Педагогический коллектив снова в сборе. Заведующая Воротникова, воспитатели Нагих, Чигрова, Плотникова. Больше пяти лет назад они прославили барнаульский детский сад «Хэппи Бэби». Камеры видеонаблюдения зафиксировали более 300 эпизодов издевательства над детьми. На кадрах малышей пинают в живот, швыряют, зажимают лицо подушками, закрывают в темных помещениях. В декабре 2021 года Центральный районный суд Барнаула огласил приговор воспитателям. Но вместо реального срока подсудимые получили условные. Дальше была апелляция, которая не удовлетворила родителей детей. В ноябре прошлого года суд касационной инстанции в Кемерове вернул приговор в Барнаул. И снова родные стены помогли. Последняя касация в Кемерове уже в этом году опять отправила приговор на пересмотр. То, что произошло сегодня, удивило всех участников процесса. Основное наказание, назначенное по пунктам А и Г, части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, до трех лет, двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взять ноги под стражу в зале суда. Для нее излюбленным методом насилия над детьми было закрыть их в темной комнате, нанести удары, лишить еды ребенка, принести ребенку еду, поставить ее в туалете на пол. То есть таким образом дети обедали. Это все делало ноги их. Реальный срок получила еще одна воспитательница Оксана Чегрова. Три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако суд отсрочил ее наказание, пока ребенку Чегровой не исполнится 14 лет. Будет это не скоро. Но это уже прогресс для потерпевшей стороны. В третий раз дело рассматривается в апелляции, и два раза оно рассматривалось в касации. И самым сложным моментом было для нас после оправдания подсудимых прийти домой и посмотреть в глаза своим детям. Нашим детям было по полтора, два, три годика. Сейчас прошло уже более пяти лет. Они учатся в школе, они все понимают. Они помнят, что там с ними происходило. Несмотря на то, что родители добились реальных сроков хотя бы для двух воспитательниц, они считают, что суд в чем-то даже смягчил прежний приговор, исключив ряд эпизодов из объема обвинения. Именно поэтому, считает сторона обвинения, заведующая детским садом Елена Воротникова получила лишь штраф по статье 238. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Родители пострадавших детей будут добиваться того, чтобы Воротникову признали виновной и по другим фактам. Я не согласна со столь мягким наказанием в отношении заведующей детским садиком. Само за себя говорит многое. Заведующая детским садиком, где совершались определенные действия в отношении детей. Она сама неоднократно говорила, что она в курсе всего, что здесь происходит. У нее было выведено видеонаблюдение на экран мобильного телефона, на ее рабочий компьютер. В реальном времени шла запись того, что там происходит. Когда мы подавали жалобы, мнение было таково, что каждая из них заслуживает лишения свободы реальной. Воспитательницы так и не признали свою вину. Все эти годы они жаловались, что их добрые имена очерняют в прессе. При этом почему-то всегда радовались условным срокам. Сегодня у потерпевших появилась надежда добиться сроков реальных для всех. А пока меньше всего повезло Татьяне Нагих. Женщина, которая так любила закрывать детей, сама лишилась свободы. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Стало известно, насколько может подорожать коммуналка в Алтайском крае. Правительство страны утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год. По каждому субъекту устанавливается свой индекс. В нашем регионе предельное подорожание услуг ЖКХ составит 14,2%. Новые тарифы начнут действовать со второго полугодия. Напомним, в апреле Владимир Путин заявил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года быть не должно. И объявил об отсрочке тарифов до лета 2024 года. Таким образом, последний раз коммуналку повышали в декабре 2022 года. Все объекты малой теплоэнергетики в Алтайском крае получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом не без гордости сообщил региональный министр строительства ЖКХ Иван Гелев. Впрочем, исключения есть. И они традиционны. Яровое и Олейск. Еще один успех, по мнению министра, то, что впервые за многие годы все котельные подключили к электроэнергии еще 1 сентября, несмотря на долги. Означает ли это, что наш край абсолютно готов к зиме, расскажут мои коллеги. Все объекты малой теплоэнергетики к положенному сроку получили паспорта готовности к зиме. В Алтайском крае такого давно не было. Не стал скрывать эмоции министр строительства ЖКХ региона Иван Гелев. 15 ноября была крайняя дата, когда котельные должны решить все вопросы. Аутсайдеров два, но к малой энергетике они не относятся. Это Яровое, где паспорт не выдали из-за масштабной модернизации ТЭЦ, хотя работает она по плану. И Олейск, где котельная принадлежит Минобороны, документы доделывают. Камина Абе официально готов, но край ему помогает сентября. Там 28 миллионов рублей, чтобы купить 7 тысяч тонн угля. Угля до сих пор нет. Деньги там, но угля нет. И как они топятся? Нормативного угля нет. Там тысячу, там тысячу, там мы дали. Уже, наверное, что получается? Тысяча, девятьсот, тысяча, шестьсот, три с половиной тысячи. Ну, так и топятся. Резерв угля на 45 дней запасают в большинстве муниципальных образований. Сейчас в крае уже лежит в складах больше двухсот тысяч тонн топлива. И пока, отметил министр, вопрос топлива не создает проблем. Его цена не совершила скачок, а в 2022-м нет и срыва поставок из Казахстана. Республика питает Ритяковский, Локтевский, Рубцовский и Изминогорские районы. И это дешевле, чем везти туда уголь с Кузбасса. На ценовую доступность работает и наш мунайский разрез. Он снабжает южные территории края. Еще одно достижение профильного ведомства – электроэнергия во всех котельных, несмотря на долги. Все благодаря четкой организационной работе. Проверка должна осуществляться с середины октября до середины ноября. Мы сознательно идем на проверки, так скажем, досрочные. Буквально с июля начинаем проверять. 20 муниципальных образований, 28 предприятий было проверено в июле, в августе. 1360 замечаний мы получили. Вот так тоже за голову брались. Выделяли деньги дополнительно из бюджета. 35 примерно миллионов рублей этим районам. За последние пять лет, по словам министра, в сферу было вложено 11 миллиардов рублей. Заменили почти тысячу котлов, отремонтировали сотни километров теплосетей, ввели 70 новых объектов. Всего в крае сейчас насчитывается 1750 котельных. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Жители нескольких населенных пунктов Павловского района обеспокоены строительством мусороперерабатывающего завода. На этой неделе в районной администрации прошло совещание с участием муниципальных и краевых депутатов, Министерства природы и несколькими местными жителями. Однако попасть на закрытое мероприятие хотело куда больше людей. Для них перспектива появления мусороперерабатывающего завода – вопрос очень острый. Сейчас пять ваших представителей, которые пошли от народа, они выйдут вам и все расскажут. Вы будете дальше, если их не будут. Строительство мусороперерабатывающего завода неподалеку от Барнаула – тема, которая поднимается вот уже несколько лет. Прежде от этой инициативы отбивались жители Первомайского района. Сейчас потенциальной площадкой объекта может стать участок между тремя селами – Павловском, Боровиково и Елунино Павловского района. При этом последний район в прошлом году якобы перестали рассматривать как площадку под этот объект. В сентябре 2022 года в угоду исполнительной власти редакция газеты опубликовала статью о том, что никакого строительства мусороперерабатывающего завода на территории района не будет. Все мы видим, что это не так. И вы, мягко говоря, ввели в заблуждение населения района. Со слов активистов, которые смогли побывать на совещании, им обозначили общую структуру работы завода. Объект займет площадь около 50 гектаров и будет принимать на переработку мусор из Барнаула, причем половину от имеющихся отходов. Транспортное плечо составит почти 30 километров. Поэтому люди возмущаются, почему нельзя выбрать участок ближе к Барнаулу. Кроме того, люди считают, что выбранная площадь не подходит по объективным причинам. Во-первых, ветер часто дует в сторону села Елунино, а это потенциальная вонь. Во-вторых, жители не раз замечали, что весной талые воды собираются как раз на территории между этими тремя селами, а потом стекают в обе. В разговоре с нашим корреспондентом люди подчеркнули, что они против строительства завода как такового. Они против появления масштабного объекта и скорее видели бы у себя небольшой завод, рассчитанный на мусор в трех-четырех районах. Кроме того, люди подозревают, что реализацию объекта ускоряют. Уже объявлены торги и потенциальный интерес к объекту проявляют восемь концессионеров. В Барнауле ищут перевозчиков на маршруты общественного транспорта. Мэрия намерена заключить с ними новые контракты, которые будут действовать с 1 декабря этого года по ноябрь 2030. На эти цели из бюджета города будет выделено 790 миллионов рублей. Перевозчиков ищут на маршруты номер 53, 55, 60, 35. Полный список вы видите на своих экранах. Одно из главных условий новой контрактной системы – обновление автобусного парка. Перевозчики обязаны ежегодно приобретать новые транспортные средства. Таким образом, за 7 лет планируют обновить не менее 25% автобусов, обслуживающих маршруты общественного транспорта. А в Бийске тем временем из-за дефицита водителей сократилось количество трамваев. Как сообщает бийский рабочий, ожидание трамваев в Наукограде стало затягиваться уже не на минуты, а на часы. Местные чиновники подтвердили, что это связано с нехваткой исправного подвижного состава и дефицитом водителей. В Барнаульском аэропорту на неделе заложили первый камень в основании нового терминала – 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта. Пропускная способность терминала – больше миллиона человек в год. Подробнее о том, когда построят терминал, как будет организована работа аэропорта во время строительных работ, расскажет Ирина Корчагина. Первый камень в основании нового терминала – это официальный старт большому строительству, за которым стоят долгие переговоры, миллиардные вложения и большие перспективы. Площадь будущего аэровокзального комплекса – 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта. Цена вопроса – больше 6 миллиардов рублей. Пропускная способность – более 1 миллиона человек в год. Для сравнения, за прошлый год Барнаульский аэропорт принял около 600 тысяч пассажиров. Сейчас на территории уже идет разборка павильона прилета. Здесь и будет возведен новый терминал. Пока прилетающих пассажиров принимают в основном здание аэропорта. Убежден, что все у нас будет сделано и все получится. Хороший, надежный подрядчик с хорошим послужным списком и с хорошей историей. Нам очень важно вот эти ближайшие два года, пока строительство будет идти и, естественно, определенные неудобства будут существовать, пройти тоже спокойно, технологично, выверенно, ну, с максимумом комфорта и удобства для пассажиров. Документы о реконструкции аэропорта губернатор Алтайского края и гендиректор компании «Новопорт» подписали в марте прошлого года. Отметим, «Новопорт-холдинг» владеет частью акции авиапредприятия «Алтай», что уже известно о новом терминале. Здание будет трехэтажным, разделенным на несколько зон. Пассажиры смогут пользоваться лифтами, эскалаторами, еще появятся телескопические трапы. Пройти в самолет можно будет прямо из здания аэровокзала. Про международные перевозки, но так, если коротко, вот здесь терминал, вот здесь галерейка, вот здесь хороший старый вокзал. Если он в России возил 700 тысяч пассажиров, то для международки он хватит. Мы его перепланируем и еще обустроим получше. С пограничниками со всеми расширимся и у нас будет еще международный терминал. Следующий важный этап – взлетно-посадочная полоса в Барнаульском аэропорту. Ее реконструкция должна пройти в ближайшие годы. Я думаю, что там, наверное, к цифре 10, наверное, за 10 уже на сегодняшний день миллиардов приближается оценка этого вопроса. Хозяйство – это федеральное, понятное дело. Значит, мы крайне заинтересованы в том, чтобы оно было в хорошем состоянии. Пока еще, ну и полоса, и все плоскостные сооружения, рулежные дорожки и так дальше, они пока выдерживают ту нагрузку, которая, значит, на них ложится, но уже торопиться надо, бежать уже надо. Я обращался к руководству страны по этой части. Были даны поручения и Минтрансу, и Росавиации. Что касается строительства нового терминала, все работы должны завершить в 2025 году. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Новоалтайск, возможно, стоит на пороге мощного экономического развития. Интерес к городу начали активно проявлять инвесторы. Причем это не только производственники, но и застройщики. На фоне дефицита площадей в Барнауле Новоалтайск оказался в выгодном положении. А логистическая особенность города делает его еще более привлекательным для бизнеса. Какие задачи сейчас стоят перед Новоалтайском и как связаны жилые площади с инвестициями, расскажут мои коллеги. За этот год в моем кабинете побывало пять застройщиков. Такой интерес строительной сферы поражает даже мэра. Новоалтайск уже становится привлекательным городом для ипотек. Для покупателей дешевле, чем в Барнауле. Для застройщиков больше свободных площадей. Их количество увеличивают. Планируем ряд территорий внутри городского центра под изменение разрешенного освобождения земли. Мы переводим часть площадок с торговых под жилой строительство. Город может построить жилья и малоэтажного, и немалоэтажного на 60 тысяч жителей. За два года здесь ввели почти 100 тысяч квадратных метров жилья. Осталось решить одну большую проблему. В городе нет принятого плана застройки. Новоалтайский был забыт городсовет. Его реанимировали в этом году, а на первой встрече представили эскиз многоэтажки на месте, где должен был появиться торговый центр. Пока норм застройки нет, власти дают застройщикам ориентиры. В первую очередь это дома до 16 этажей, не менее переменной этажности. Это дома компактные, точечные дома, дома башни. Тот, кто сейчас какое-то новое веяние внесет, новую идею, новую кровь, он будет по большему счету задавать определенный план. Хорошая инфраструктура. Во-первых, здесь ритм жизни немножко другой. Здесь, по большему счету, удаленность объектов, она низкая. Все объекты находятся рядом. Город испытывает интерес с двух сторон. И, по мнению главы, это параллельные процессы от застройщиков жилья и предпринимателей. Новоалтайск – крупный транспортный узел Сибири. Практически в городе расположена развязка дорог на Новосибирск, Кемерово, Бийск, Барнаул. А местная сортировочная железнодорожная станция входит в десятку крупнейших в стране. Поэтому скоро в город может зайти крупный инвестпроект. Логистический центр, который уже сегодня представили проект, который уже сегодня его защитили, который уже сегодня ведут переговоры по прокладке новой железнодорожной ветки. Они хотят получать со всего мира железнодорожные контейнера, перегружать их на транспорт. И начиная от Красноярска и до Ирана вот эту территорию всю захватить. Еще один важный проект связан с производством природного газа. А другой создаст в городе 9 тысяч рабочих мест. Известно, что это объект крупного российского маркетплейса. Менее масштабными, но не менее важными проектами станут заводы глубокой переработки зерна и фермерской продукции. Кривая экономического развития Новоалтайска плавно идет вверх. Здесь функционируют три крупных промпредприятия. Алтайвагон, хлебокомбинат, Зиасмашинери. Зарегистрировано 10 резидентов ТАСЭР. Власти признают, что неразвитая инженерная инфраструктура мешает входу крупных инвесторов. Однако в этом направлении эксперты и советуют искать точки роста. В том числе с помощью северного обхода Барнаула. Северный обход, который мог бы связать город Барнаул, особенно его индустриальную зону, которая примыкает к Волосихинскому индустриальной площадке, с новоалтайской промышленной площадкой. В городе Барнауле сегодня катастрофически не хватает площадей для промышленного производства. Связать Барнаул и Новоалтайск предлагают и для жителей легкорельсовым транспортом. Но этим предложением вряд ли займутся в ближайшем будущем. Сейчас власти и эксперты должны определить, по каким правилам Новоалтайск будет развиваться и для жизни, и для бизнеса. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Алтайский край одним из первых среди регионов России вынес на всеобщую дискуссию проблемы участников боевых действий и семей погибших защитников Отечества. Публичное обсуждение провели во время круглого стола среди межведомственных организаций региона. Главная проблема, которую выделяют общественники, это неравномерное наделение льготами участников боевых действий. По словам ветеранов, участникам СВО их предоставляют в разы больше, чего не скажешь, об участниках других военизированных компаний по типу Афганистана. Так, за круглым столом предложили создать орган, который будет координировать работу организаций, связанных с поддержкой участников боевых действий. Большую часть вопросов закрывается. Ну, кому-то дрова надо, кто-то мама осталась одна, допустим, сын там выйдет уголь или какие-то еще вопросы. Были моменты, девушка, муж погиб, в Агнарах служил орден мужества, она обращалась, чтобы разместили баннер с ним. То есть, решился вопрос. Также обсудили деятельность фонда «Защитники Отечества», новые возможности увековечивания памяти погибших бойцов, волонтерскую деятельность по помощи ветеранам и санаторно-курортное обслуживание. Подробнее о неравенстве в льготах и в целом о мерах по поддержке ветеранов боевых действий, а также о возможных решениях этих проблем, моему коллеге Данилу Кузнецову рассказал Евгений Бадулин, исполняющий обязанности председателя Краевого подразделения Российского союза ветеранов Афганистана. Евгений Викторович, сформулируйте, пожалуйста, основные проблемные вопросы, связанные с деятельностью государственных и муниципальных органов власти, касательно поддержки участников боевых действий. В это время, когда идет специальная военная операция, все внимание приковано именно к ней, именно к участникам специальной военной операции. Но отсутствие в органах власти именно направления, связанного государственного с ветеранами боевых действий, это ставит, так сказать, определенные трудности по работе с ветеранскими организациями и с ветеранами боевых действий, потому что они, получается, разделены сейчас. Есть ветераны СВО, но ушли на задний план ветераны Афганистана, ветераны Северного Кавказа, где тоже многолетние были войны. И хотелось бы, чтобы в государстве, в государственных органах было что-то, как планировалось многие годы, что-то, например, министерству по делам именно ветеранов, которые целенаправленно занимались бы работой с ветеранами, с ветеранскими организациями, которые имеют многолетний опыт. Каким образом в Алтайском крае решают проблемы, возникающие у участников боевых действий? Пока никак. Вообще? Ну вот, например, приняли закон Алтайского края, там депутаты, льгота освобождения от налога на автомобиль. Автомобиль до 100 лошадей. У нас Лада, 106 лошадей. Ну почему, например, Ивана или там Петра, с дальнего района, у которого нет автомобиля, до 100 лошадей, но у него есть единственное средство транспортное, на чем он кормит семью, зарабатывает трактор. Почему не освободить его от налога, вот именно его трактор или машину, газик какой-то? Поверьте, у ветеранов боевых действий немногие, так сказать, кто имеет, так сказать, 96 процентов, они не богатые люди. Как начал свою работу фонд «Защитники Отечества»? Они только начали работать, и еще раз скажу, что их функционал сейчас консультативный характер деятельности. Это как вот у нас единое окно, куда приходит человек, а это просто сделали пока единое окно для решения вопросов ветеранов боевых действий. И ветеранов СВО, не ветеранов боевых действий, СВО, потому что, еще раз скажу, придет ветеран боевых действий Афганистана, там, Северного Кавказа, но ему там ничего не расскажут, его просто культурно так скажут, ну, вы не ветеран СВО. Евгений Викторович, обозначьте, пожалуйста, основные направления увековечивания памяти участников боевых действий. Ну, приоритетные направления вот в нашей организации, мы, во-первых, занимаемся восстановлением именно надгробий, могил ребят, например, ветераны Афганистана, у которых уже родители умерли, да, и могилы стали бесхозные. Вот совместно мы с администрацией края, мы участвуем в грантовых мероприятиях связанные, губернаторские гранты выделяются на восстановление могил. Мы на школах размещаем доски выпускников школ погибших. Ну, и то сейчас к этому делу, я считаю, надо относиться более продуманно, потому что с учетом погибших ребят, да, мы не можем из школы делать там, так сказать, это сплошная доска погибших. Будут, да, или там афганцы, которые учились, да, допустим, погибли там в Чечне и сейчас на СВО. Ну, как бы, вот это задача наша. И, естественно, доносить до молодых людей именно всю информацию. Конечно, еще вот увековечение, это вот создание электронной книги памяти уже с учетом там ветеранов Афганистана, Чечни мы, так сказать, у нас эти книги есть в памяти. А сейчас, с учетом вот этих событий, мы должны, ну, создать, мы ведем работу по созданию этой книги памяти. Наш регион один из первых пошел на такую острую дискуссию касательно ветеранов боевых действий. Подскажите, пожалуйста, как вообще осмелились на такой шаг? Ну, во-первых, наш регион был вообще первым в Советском Союзе, где была создана ветеранская организация. Российский Союз ветеранов Афганистана, первая организация в Советском Союзе, тогда это Клуб воинов-интернационалистов, был создан в Биске ветеранами Афганистана. Именно в Барнауле прошла первая конференция учредительная Российского Союза ветеранов Афганистана. Вот. Мы, так сказать, всегда были ветеранским движением и номер один в Советском Союзе. И Афганистан, и именно Кавказские события, и сейчас наши организации, ну, ведущие вообще в России. Вы знаете, как говорят в разведке, когда окружен, можно наступать в любом направлении. Нам нужна правда. Нам нужно достойное отношение к ветеранам в боевых действиях. Пюре из личинок и мука из мух. Жители Алтайского края в соцсетях обсуждают новое постановление правительства страны. Документ закрепляет новый вид сельскохозяйственной деятельности – разведение мух – черная львинка. Эксперты говорят, что таким образом в России укрепят кормовую базу. Другие – о том, что россиянам стоит присмотреться к личинкам, как к альтернативе мяса. Могут ли в ближайшее время на прилавках появиться колбаса из саранчи и фарш из червей? Тему продолжит Ирина Корчагина. Мадагаскарские тараканы Стас и Стася легально живут в политехе. Они не просто любимые питомцы, члены команды. Привыкли к рукам, едят кошачий корм, живут во втулке от туалетной бумаги. Не жизнь, а сказка. Разве что тревожит сообщения в СМИ. Россиян предупреждают о том, что теперь насекомые якобы официально признаны едой. А значит, и производители могут их добавлять куда угодно. Шашлык из личинок, жареные кузнечики. Неужели это и есть наше будущее? Это перспектива какого-то отдаленного, в моем понимании, промежутка. Но разговоры об этом ведутся не только сейчас. Порядка пяти лет назад у нас проводилась конференция в ВУЗе. И там уже оговаривался тот момент, что рано или поздно человечество посмотрит в эту сторону. В том числе и на наших широтах это тоже произойдет. Это, наверное, действительно шанс для человечества. Но до этого нужно еще дожить. А пока разбираемся. Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в стране нужно поработать с ментальностью и оценить мясо из личинок как альтернативу. Что больше напугало жителей страны, накануне вышло постановление правительства, которое закрепляет новый вид сельскохозяйственной деятельности. «Разведение мух – черная львинка». Документ, по сути, легализует муку из мухи, пюре из личинок и не только. Принятие правительством постановление долгожданно и востребовано. Это открывает возможности производства разнообразных продуктов из насекомых в больших масштабах, что укрепит кормовую базу страны. Чиновники заверяют, вопреки панике россиян, документ направлен на создание правовой базы при производстве кормов для животных и рыбы, а не людей. Другими словами, разведение мух в стране перестало быть уделом энтузиастов. Кстати, уже сегодня более двух миллиардов человек едят насекомых. К счастью, барнаульцы не в их числе. Видела по телевизору, что добавлять будут в хлеб. И страшно кушать хлеб. А что будут добавлять? Ну вот этих каких-то, моль какую-то или еще что-то. Меня прямо аж тошнит сразу от одной только мысли. Ну а здесь ничего нового. Некоторые местные производители иногда добавляют энергетической ценности в хлеб. Не могли бы себя там пересилить и вот съесть там какой-нибудь тараканчик? Нет, нет. Я не на острове, там где соревнуются. Зачем? На одиноком. Нет, нет, ни в коем случае. А на аспорь бы хотя бы съели? Нет. Есть поговорка, где родился, там пригодился. И точно так же с едой. Великотесы вот эти типа жучков-паучков. Это же не наше. Нам что сейчас, тараканов собирать по квартире, что ли? Ну если будет внушено, то будем, если на то пошло. На самом деле многие люди даже не догадываются, что уже давно употребляют насекомых. Например, встречали ли вы когда-нибудь добавку Е120? Это кармин. Ее можно встретить в тортах, молочной продукции, в колбасах. Все, что имеет такой красноватый или розовый оттенок. Еще одна известная добавка Е904 – шелак. Это продукт жизнедеятельности насекомых, а именно червецов. Шелак является гласирующим агентом. Его вы можете встретить в драже, конфетах, жвачках и не только. Кстати, ученые говорят, что ежегодно каждый из нас съедает около килограмма насекомых. Нечаянно. Через крупу, овощи и даже кофе. Пожалуй, пока на этом и остановимся. По-моему, у человечества гораздо больше других серьезных проблем, чем метаться между тем, съесть ли такое мясо или другое мясо. Ирина Корчегина, Алексей Фрейзин, Андрей Печоркин. День с толком. И в завершении выпуска. Ралли-трейд «Шелковый путь» пройдет через Алтайский край в 2024 году. Маршрут юбилейного 15-го заезда включает в себя и Барнаул. Известно, что стартует ралли 5 июля в Томске. Оттуда караван отправится на юг Сибири. В Барнаул, затем в Горноалтайск. Село Кошагач будет последним российским пунктом маршрута. Затем «Шелковый путь» пройдет через Монголию. Ключевой точкой там станет старейший город Хофт. Финишируют ралли в китайском городе Хоргос 15 июля. Общий километраж гонки почти 5,5 тысяч километров. Причем большая часть из них – скоростные спецучастки. Организаторы называют маршрут довольно сложным. Участникам придется преодолеть тайгу, горы, пустыню Гоби. Но тем интереснее будет наблюдать за ралли-трейдом. И на этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok